Сегодня стали известны подробности смертоносной вспышки менингококовой инфекции в распределительном центре Озон, в Лагопарке Кольцовский и в хостеле, где живут работники склада, поселке Большой Исток под Екатеринбургом. Согласно утренней информации, менингокок подтвержден у восьми работников склада, одного из интернет-магазинов, двое из них скончались. Эту информацию официально подтвердил и Следственный комитет, уточнив, что в ходе проверки будет установлена точная причина смерти двух работников склада, а ситуация со вспышкой менингококовой инфекции на контроле Минздрава и Роспотребнадзора. По имеющимся данным, смерть двух сотрудников распределительного центра интернет-магазина могла наступить от менингококовой инфекции. По указанию исполняющего обязанности руководителя Следственного комитета по Свердловской области, территориальными следственными органами СК России организовано проведение процессуальных проверок по каждому из двух этих случаев. По информации портала Е1, влагопарке Кольцовский санитарные врачи, в защитных комбинезонах, в масках, похожих на те, в которых врачи работали в красных зонах во время пандемии коронавируса, определили границы очагов смертельной инфекции. Выявили тех, кто контактировал с заболевшими, взяли у них анализы, а прочих сотрудников склада массово вакцинируют. Закрывать на карантин распредцентр не стали, но на складе и вокруг него, а также по пути к хостелу и внутри работной гостиницы действует масочный режим. На входе в распредцентр у сотрудников измеряют температуру, и тех, кто с признаками простуды, к работе не допускают. Правда, кое-кто из работников склада в приватных беседах с журналистами прозрачно намекал, что этих мер, по их мнению, явно недостаточно. Дескать, склад нужно временно закрывать. В хостеле в Большом Истоке, где обнаружен еще один очаг инфекции, и который расположен на втором этаже небольшого торгового центра «Победа», более напряженная обстановка. По сообщению Е1, после смерти Кирилла, 21-летнего парня, ставшего первой официально подтвержденной жертвой Менинга Кока, второй жертвой, говорят, была 46-летняя работница склада «Озон», всех постояльцев хостела посадили на карантин. Прошлой ночью, по слухам, скорая увезла оттуда девушку, ровесницу умершего Кирилла, хотя она с погибшим парнем не контактировала. Как утверждали очевидцы, к хостелу «Победа» накануне приезжала карета скорой, и люди в защитных костюмах, в очках, в масках и в перчатках зашли внутрь и покинули его минут через пять с двумя постояльцами частной гостиницы, с мужчинами азиатской внешности, одному из которых по виду лет 50, второму не больше 30. Как сообщил порталу Е1, сосед по комнате умершего парня, у Кирилла неожиданно отказали ноги. Он стал что-то несвязно говорить. Соседи по комнате испугались и вызвали скорую. Вскоре в хостеле был объявлен карантин. Отец умершего парня, мужчина по имени Рамиль, сообщил журналистам о том, что его сын вместе с другом приехал на работу из Магнитогорска в Екатеринбург 15 июня. Жил в комнате на восьмерых человек, а 22-го парни всей комнатой заболели. Списались с менеджером, просили выходной, но тот ответил, дескать, завтра отдохнете. 30-го Кириллу стало хуже, а первого его забрала скорая. Поздним вечером, через пять с половиной часов после госпитализации, без четверти 11, парня не стало. Официальные представители Озон в комментариях сообщили о том, что Кирилл действительно работал на их складе, но оформлен был у их партнера, у компании Деперсонал. Они его нанимали, они составляли график его работы и предоставляли общежитие. Далее цитата от портала Е1. Мы получили информацию о болезни Кирилла от Роспотребнадзора, а о факте смерти сообщил Минздрав, причем не уточнив причину смерти. Конец цитаты. Что касается прочих пострадавших, по сообщению регионального Минздрава, шесть человек, заразившихся менингококом, сотрудников Озона, госпитализированы в Сесердскую ЦРБ, в удовлетворительном состоянии. Далее еще цитата. Пациенты без клиники. Контактные. Положительные результаты лабораторных исследований. Конец всех цитат. Продолжение следует.